всем привет прислали в ремонт такую вот пуму немка 60-х 80-х годов 20 века была вот в таком состоянии тоже после разборки сфотографировал много очень коррозии по эрлю под резинкой там кое-что было и полотно с обратной стороны такое все в царапинах расцарапанная с лицевой стороны где гравировка просто в таких пятнах непонятных дырках ну получилось как получилось я полностью разбирал вот к ней футерчик оригинальный шел ко всем пумам тех лет такие вот были это не дерево это какой-то синтетический материал но сделано с окрасом под дерево ну и с логотипом завода бритвы такого типа выпускались довольно много лет вот конкретно эта модель название номер 1938 это не год выпуска это именно модельный номер под этой моделью выпускались пумы разных типов размеров вот с немножечко отличающимся дизайном и шириной клинков в каталогах встречаются вплоть до семидесятых и восьмидесятых годов то есть там каталог пум за 1982 по моему вот в нем эти модели все еще были более поздних каталогах там начала двухтысячных и девяностых годов этих моделей уже не встречал тогда уже другие начали делать здесь примечательно тем что здесь просто на всех на всем модельном ряде там вне зависимости от дизайна идет название пума золинген вот на эдлер же у них вообще никакого клеймания здесь резиновая накладочка всегда была здесь просто пума золинген номер 1938 модель 5 восьмых были другого типа там 6 восьмых 7 восьмых вот и здесь для разных стран на разных языках написаны номера патента под которым это этот модельный ряд был зарегистрирован и продавался именно в этих странах то есть италия германия штаты ну и многие другие вот по бритве ну что было сделано полностью разбиралась эта сторона полностью вышлифовывалась то здесь проверю проведена полностью ручная шлифовка и полировка r или полностью со всех четырех сторон в идеале то есть здесь все именно тоже от шлифовывать и отполировалась тут даже следа коррозии никакого нет вот все в идеале а лицевая сторона но в пятнышках была я не шлифовал естественно надо сохранить гравировку это единственное но не то что единственное но довольно таки главное так как здесь нет клейма в этой модели то гравировка нужно поэтому то стали скольки может точки но опять же вот самое глубокое здесь вот и до конца не убрал но вычистил полностью естественно носик спинку все привел в порядок все это в идеальном состоянии сейчас также была полностью вычищена ручка вычищен нижний пин был полностью черный чернявый и логотип пумовский осталась фирменная наклейка которая лаком на заводе покрывалась вот верхний пин поставил реплику постарался подобрать под оригинал по дизайну и тут и шайбочки и пин они сделаны из низельбера вот так же хотел обратить внимание сохранил полностью цифры которые здесь на ручке идут на верхнем пине здесь три цифры сверху три цифры снизу на всех бритвах пума ставились такие вот шестизначные номера на осевом пине вот каждая бритва была уникальна у них даже буклет отдельно в 90-е годы выходил где объяснялось что по этим цифрам владелец может предъявить какую-то претензию заводу завод пума вверх был у них такой там вплоть до двухтысячных годов вот и завод мог по этим цифрам понять кто именно шлифовал бритву занимался и термообработкой кто ее затачивал и предъявить соответствующую претензию уже работнику такая вот у них система контроля качества было там по моему 26 или 28 шагов в буклете написано шагов по контролю именно за качеством производства вот но с этой бритвы я вам сделал все что мог состояние считаю очень хорошая получилось вот и у нее неплохая геометрия да и и гоняли немножко на пастах будто бы по центру у нее небольшой провал но не критично все это вытащилось вот сейчас кромка обычная прямая без особых скруглений то есть тут обух прямой сам по себе и под него кромка естественно сделал маленькие скругления на пяточки на носике чтобы при бритве бритва не царапала вот ну и так более правильно там от завода такая шла все бритв такого типа имеют всегда небольшие скругления даже при прямом обухе просто это не выраженная улыбка как у англичан там или других бритв некоторого типа поэтому будете править на ремне просто как прямую ровную бритву без всяких нюансов без всяких приколов просто обычная правка с небольшим акцентом на кромку но заточена она с одним слоем изоленты стали хорошие принципе все пумы которые мне попадались во всех хорошая сталь это по праву они уже давно известности славу имеет как одни из лучших немецких бритв производства от 70 80-х годов прошлого столетия в те годы конечно уже мало кто производил и по немцам и других странах но на заводе пумов эрк были неплохие бритвы в 2000 уже качество начало сильно портится потом выпуск вообще прекратили сейчас насколько я знаю их перекупили и на официальном сайте там даже опасные бритвы попадаются вот но цена просто колоссальная считать для нового дела и качество там уже явно не такое как было в прежние годы все готово там уже спишемся и скорее всего завтра я мою отправлю